Вы должны понимать, не какое звание вы ведете, это уже последствия, а вы должны понимать, ради чего и ради кого вы это делаете, ради какой мечты. У какой из вас есть мечта? Я вот думаю, мы же все должны. Ну, кто готов сказать, у какой есть мечта конкретная? Давайте спросим, какая у вас мечта? Моя мечта очень глобальная. Я хочу, чтобы у меня был свой корабль, и мы давали людям возможность классного сервиса. И чтобы это было в моей жизни, когда я ходила по кораблю и несла огромный тяжелый поднос, шестибальный шторм, и думала, ну почему хожу по королеве Елизавете? Ходила бы я по Анастасии и в другом звании. А, у меня вопрос к вам. Цена корабля. Сколько стоит корабль? Не знаю, какая еще, но это просто есть. И иногда я этого боюсь, честно, но иногда думаю, ну может быть не надо. А иногда опять меня пугает, потому что очень глобально. Вот так. Спасибо большое. Смотрите, я думаю, что есть в зале люди, у которых есть мечта автомобиля. Ну есть, ну понимаете, руку подавайте. Мы работаем же. Есть люди, у которых есть мечта, квартира или собственный дом? Да. Есть такие. Молодцы. Вот я вам покажу только на одном примере, и тоже лидеры это знают. Если у вас это просто «хочу квартиру» или «хочу корабль, Настя», вы должны четко для себя, смотрите, что сделать. Вот это будет ваше домашнее задание. Мечта всю жизнь останется мечтой в тот момент, если вы для себя просто говорите «хочу квартиру». Если у вас есть четко прописанный и просчитан план своей мечты, а что для этого надо? Если человек, давайте приведу пример на детях, ребенок и подросток хочет айфон. Допустим, 6С. Представляете детей, да? Что происходит? Он знает про него все. Он знает, какого он цвета, какая камера, сколько фига пикселей, где сколько это стоит, что он будет с этим делать, что он туда закачает, как он будет вам этим телефоном помогать жить и работать, понимаешь? Снимать ролики буду тебя, мама, только купи. Он знает цену. И он готов, он готов на все ваши условия. В течение трех месяцев ты выносишь мусор, вводишь посуду. Заканчиваешь школу учебный год там с одной четверкой. Да, там, не знаю, копаешь игород у бабушки. Ну, все, что он говорит, готов. И он это делает. Понимаете? Он это делает. Вы условия ему поставили? А кто-то из детей говорит, отпусти меня работать в летний лагерь в Калининграде, я себе мечтаю купить этот телефон. Есть такое? Смотрите, его мечта, она настолько мечта. Он спит с этой мыслью о мечте. Он думает о ней этой мечте. Он уже владеет этим. Вот я вам предлагаю, и это действительно очень хорошая техника. Если вы действительно мечтаете о квартире, первое, вы должны определиться, в какой части света она вообще находится. В каком городе? На какой улице? В каком доме? На каком этаже? Открывайте. Сейчас интернет спасет мир. Открываете интернет. Выбираете. Смотрите. Знаете четкую цену. На стоимость новостройки докладываете такую же плюсом стоимость ремонта. Вы должны это понимать. И записываете. Хочу, мечтаю и имею тогда, да, свою квартиру. Что дальше происходит? Есть два варианта пути. Вы берете вот вашу мечту, вот эту квартиру. Берете ваш доход на сегодняшний момент. Ваш доход у каждого, он есть. Делите цену вашей квартиры, ваши мечты на ваш доход. Получаете что? Время. За сколько лет, десятилетий я это получу? Да? Ты понимаешь, два пути, то же самое. Ты понимаешь, вычеркнуть мечту. Вот. Вот так срубаются мечты. Или утопиться в море. Есть еще один вариант. Открываете волшебную книгу, которая называется «План успеха». Открываете там, где вот эта вот лестница есть. В первую очередь определяетесь, через какой период вам это надо. Ну, два года, три года, четыре года. Тогда вы понимаете, какой средний доход должен быть у вас. Поняли? Через пять лет хочу. Средний доход должен быть вот такой. Не забывайте, что покушать надо, там, отец, еще куда-то там детей куда-то сводить. Если вы основной кормите с вашей семьей. Закрываете все звания, вот так, не смотрите на них, рукой закрываете. И ищите ту цифру, которая вам нужна. Да? Чтобы мечту... Идете, 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 идете. Тыпух. Хорошо. Листочек раз. И такой говоришь. О, да неприятный. А исполнительный. Мне нужен. И тогда у вас... А что исполнительное? Сколько групп? Двенадцать. Чего, не найдете двенадцать человек? Вы понимаете, зачем вам нужны эти двенадцать человек? Вы понимаете, зачем вам они нужны? И не надо спрашивать, а кого мне приглашать в первый уровень? Или двух? А может, трех? А вот, девчонки, по восемь приглашают. Я вам знаю, зачем. Первый уровень. Они стояли здесь сегодня. Это было личное приглашение. Они лично пригласили. И тогда вопрос, выходи мне на промо-стойку. Идти ли мне в интернет? Учиться мне или нет? Ты понимаешь, ради чего ты делаешь? Не ради звания. А ради дохода. Ради другого уровня жизни моей семьи. Ради того, чтобы свое мечто осуществить. Попали на низкий уровень? Плохо мечтаете. Я вам дам тоже секрет. Берете своих близких. Сажаете. И говорите. Мечту. Ты говоришь, что можете в машину. Так же, красненькую. Нет. И называют Марку. Берете вместе с ним. Идете в автосалон. Сейчас заказываете тест-драйв. Садитесь и едете на этой машине. А может, она не ваша. Может, вам походе надо. Или поменьше. Или вообще джип хотите. И выберите. Запишите это. Спросите у ребенка, о чем он мечтает. Спросите у родителей, о чем они мечтают. Это вообще очень сложный вариант. Напишите мечты за них. Отправить маму в санаторий. Там, не знаю. Покупать там. Сделать у нее ремонт. Купить новый холодильник, телевизор. Напишите за нее мечты. Отдайте то, что вы можете. Возьмите все в кучку. И тогда так легко это делать. И тогда утром просыпаться. Без будильников. Без начальников. Без понедельников. Глаза оба сами открылись в 5 утра. И побежал. После вчерашнего у кого-то точно глаза открылись в пол пятого. Потому что как только солнце встало, народ уже хохотал на улице. И уже чуть-чуть снимал видео. И безусловно, да. Очень многие говорят о стратегии. Кто-то говорит о тактике. Мало кто это делает. Ну как бы слайды я вам все оставлю. Мы можем не переписывать, чтобы чуть-чуть пооткаку быстрее. И вы знаете, на самом деле, компания, как я говорю, любое действие, любое направление, которое мы сейчас берем, оно продумано вперед, оно просчитано в цифры. И оно продумано так. Даже если кажется, что это что-то не так, поверьте мне, все просчитано вперед на несколько шагов. И почему выбрали направление wellness? И почему выбрали направление на wage? Индустрия развивается. И это самые быстро развивающиеся направления индустрии.